Это программа «Пульс города» в студии Елены Макаренко. Смотрите в этом выпуске. Место, где помогут. В Барнауле начал работу фонд поддержки участников специальной военной операции. Десятки тысяч километров. Какие дороги уже отремонтировали в краевой столице и каким еще ждать обновления в этом сезоне. А также почему Барнаул может смело претендовать на статус самого ухоженного и уютного города Сибири. Барнаул пережил пик второй волны паводка. 20 июня вода почти добралась до критической отметки и пошла на спад. До порогового значения оставался всего сантиметр. Однако осложнений половодья в этом году избежать удалось. Уже 21 июня уровень воды снизился на 2 сантиметра с 559 до 557. В последующие дни опь в районе краевой столицы продолжала падать. Пик второй волны паводка, уверены специалисты, в этом году пройден. Ситуация стабилизируется. А это значит, что совсем скоро возможно открытие пляжного сезона. Позже мы поговорим о правилах безопасности на воде, а пока к другим темам. В Барнауле начал работать филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Подобные центры сегодня открывают во всех регионах страны. Учреждения создают, чтобы участники СВО или их родные могли получить все необходимые консультации и помощь в одном месте. Анастасия Дороган с подробностями. Наталья потеряла мужа год назад. Кадровый офицер не вернулся в феврале 22-го. Ей одной из двумя детьми пришлось привыкать жить заново и решать проблемы на ходу. И тогда мы одни из первых были. Это было очень тяжело. Мы не знали, куда пойти. В трагичный и сложный момент семьи не должны оставаться одни. Помощь нужна и когда все живы, и бойцам, и их родным. Для этого в регионах России открывают филиалы фонда поддержки участников СВО. Алтайский центр появился одним из первых. Потому что частенько для того, чтобы какой-то конкретный вопрос решить, надо соединить деятельность разных ведомств, иногда разного даже уровня, где-то и федеральных, и местных, и вместе все это отработать. На краевом уровне есть такая координационная межведомственная комиссия. Она работает в муниципалитетах, такая работа организована. Но я убежден, что деятельность фонда, она будет, конечно, наиболее максимально, наверное, будет эффективна. Будут заботиться о всех людях, о всех ребятах, которые придут с операцией. И у них будет стоять уже дойти до каждой семьи, узнать проблему каждой семьи. И максимально, совместно, быстро, оперативно решить все вопросы. Это миссия социальных координаторов, особых кураторов семей бойцов СВО. В филиале свои социальные работники. На Алтае действует больше 30 мер поддержки. А в режиме одного окна можно поговорить насчет реабилитации, переобучения, трудоустройства или положенных льгот. В основном это компенсации на коммунальные услуги у нас оформляют, ежемесячные денежные выплаты. У них такая определенная степень незнания. Рассиренность. Бюрократическое поле, куча документов. Надо собрать, подготовить, чтобы получить медицинскую помощь, социальную поддержку. Для всех желающих открыта комната группового общения, где выговариваются, выплескивают эмоции в творчестве, находят соратников. Он уходит в себя и потом начинает творить всякие глупости. А когда вместе есть общий интерес, он начинает думать дальше про жизнь, как ему сложить жизнь. Психологическая поддержка – особая функция. Справляться с реальностью помогает в нескольких кабинетах. Помощь требуется часто. Боевые действия накладывают отпечаток. Находился на передней зоне. То есть там команда пришла и все, поехали. У вас был шок? В первое время, конечно, но опять же недолго. То есть ты понимал, что если ты этого не сделаешь, то сделают враги. Но чувство страха постоянно присутствовало? Да. Постоянно? Постоянно. Кем я был до? Прежде всего, учителем истории, тренером в прошлом году. Ну, просто, в принципе, сыном своих родителей. В прошлом году специалисты различных ведомств нашли решение более 2000 обращений участников спецоперации и их родных. Им оказали поддержку на сумму полтора миллиарда рублей. С открытием филиала, где все специалисты собраны в одном месте, оказание всесторонней помощи будет еще более быстрым и эффективным. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов для программы «Пульс города». Ремонт пригородных улиц начнется в самое ближайшее время. На это предусмотрено почти 50 миллионов рублей. А в самом Барнауле продолжается текущий ремонт дорог. Так уже заасфальтировали почти 25 тысяч квадратных метров. На пяти направлениях к обновлению покрытия приступили буквально на этой неделе. Но вот самые масштабные планы коснутся 12 участков. Их, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют капитально. К тому же в густонаселенном индустриальном районе появилась новая дорога. Ее, а также в целом темпы дорожных работ оценили власти края и города. Улица 65 лет Победы. Еще недавно здесь шел ремонт, и вот, наконец, проезд открыли. Протяженность дороги более 500 метров от улицы Энтузиастов до Семенова. Местные жители уже оценили саму дорогу, новые велодорожки, зеленые насаждения, освещение. Оценить объект решили и губернаторы региона вместе с главой города. Виктор Томенко и Вячеслав Франк обсудили, как развиваются новые кварталы в индустриальном районе. Это огромный градостроительный потенциал. Миллион квадратных метров при завершении строительства всех кварталов будет здесь. Значит, это 40 тысяч населения, примерно 16 тысяч семей. То есть это огромная территория, которая, безусловно, должна быть обеспечена всем необходимым с точки зрения социальной и инженерной инфраструктуры. Нужны и садики, и мы этим занимаемся, и школы, и поликлиника здесь потребуется. Поэтому продолжим внимание уделять. Мы здесь на краевом уровне, деньги краевые подтягивать, деньги федеральные. В планах заниматься также дорогами. Власти намерены продолжить строительство улиц 65 лет Победы, Семенова. Также есть планы на улице 280-летия Барнаула и Багряной. А сегодня продолжается ремонт дороги на Малахово, одной из самых протяженных в городе магистрали. Работы здесь начались еще в мае, и уже сделан внушительный объем работ. В целом здесь обновится участок от улицы Власихинской до Сухебатора, длиной 2,5 километра. С учетом обеих сторон 5 километров. Во-первых, нужно понимать, что транспортный поток очень большой. Это основная, наверное, одна из ключевых развязок в городе, потому что индустриальный район большой, здесь новые постройки, очень большое количество людей едут с утра на работу в центр. Эта дорога должна справляться, и люди не должны испытывать неудобства, не должны объезжать ямы, они должны спокойно, беспрепятственно добираться на работу. Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в этом сезоне отремонтируют 12 участков, общей протяженностью почти 30 тысяч километров. Среди них проспект Космонавтов, улица Гущина, Островского, Водозаборная, Звездная. Полностью завершить работы планируют до октября. А в ноябре должны сдать другой мега-важный объект для Барнаула – мост на новом рынке. Помощь нужна какая-то? Да нет, спасибо. Не отвлекайте, да, серьезно. Давайте работать. Вы смотрите, ну в ноябре все ждут. Я думаю, что сильно поменяется ситуация транспорта. Напомним, ремонт расширит пропускную способность путепровода. Вместо четырех полос будет шесть. Также по мосту запустят трамваи. Для города и края это уникальный проект. На строительство впервые привлекли инфраструктурный бюджетный кредит размером более двух миллиардов рублей. На сегодняшний день объект примерно на 50% уже степень готовности. Но мы надеемся, что… Все надо делать, чтобы уйти в эти сроки. Чтобы уложиться, да. Мы понимаем значимость для города этого, для края объекта. Ирина Корчегина специально для программы «Пульс города». В краевой столице продолжают ремонт и дворовых территорий. В этом году качественно преобразят 63 площадки. На одной из них первые лица города и края обсудили, комфортнее ли стала барнаульская среда за последние пять лет. Территория не повышенной опасности, а повышенного внимания. Двор десятиэтажки на Павловском тракте 283. Большая строительная площадка, где только начнутся работы по программе комфортной городской среды. Жильцы избавятся от устаревших покрышек. У детей появятся современные игровые комплексы. Дорогу расширят и дыры залатают. Представляете, вот дворнику, как вот было подметать, когда все ями на яме было. Это все вручную. Сейчас хоть вот он метелочку взял, раз, быстренько все подмел, все красиво и хорошо. Под руководством Юлии 24 двора. Обновить осталось 4 из них. Спустя пять лет реализации в крае программы комфортной городской среды, дома конкурируют за включение в нее. 5% софинансирования от жильцов. Федеральные деньги плюс суммы из краевого и муниципального бюджетов. Конкретно наш дом 4 года. Было голосование. Не хватало 1, 2, 3%. Вот в прошлом году наконец-то. Не знаю, может быть люди поняли. Может быть мы донесли все-таки правильно. Примеры же увидели, уже столько дворов сделано. На сторону жильцов встали и предприниматели, проголосовав за ремонт на внушительной по размерам площади. В повышении комфортности города, как одном из показателей улучшения уровня жизни, сегодня заинтересованы все. У вас здесь проблема в том, что посажем на поликлинике и вот это движение, объем машин. Поэтому вам надо на следующий год выиграть седьмой дом, а в этом году сделать следующее. Теперь вы имеете в виду. Это комплекс своей разведки. За 5 лет реализации программы комфортной городской среды в краевой столице обновили почти треть всех внутридомовых участков. А из 63 дворов этого сезона работы завершили почти в половине. Дмитрий Дроздов. Специально для программы Пульс города. Пляжный сезон стартовал в Барнауле, несмотря на то, что городской пляж из-за подтопления еще не открыт. Жара буквально вынуждает горожан выезжать из офисов и квартир ближе к воде. Сейчас в городе достаточно мест для купания, но какие из них самые доступные, где купаться безопасно, а где это делать просто запрещено, об этом моей коллеге Татьяне Голубевой рассказали специалисты в интервью. Приведу несколько цифр прошлого года. 10 человек утонули, четверых удалось спасти. А все потому, что народ у нас купается там, где запрещено. Сколько у нас таких мест и вообще кто их контролирует? Их у нас насчитывается 25 мест, где традиционно жители города Барнаула и гости нашей столицы приходят на отдых. А 25 это вот может какие-то назовем? Ну конечно, это допустим в центральном районе река О, приличной вокзал прямо купается. На плитах, да, вот это имеется в виду? Да, на плитах. Проток реки Обеденка, так называемый остров Помазкин. Проток реки Обь в микрорайоне Затон. Проток реки Обь, это ковш, место. Ну в общем достаточно мест, 25 мест получается. 25 мест. То есть соответственно с администрацией района мы принимаем меры. Ну перво-наперво выставляем там запрещающие знаки. В этом году впервые выставили информационные шлаги, на которых указываем, что за последние три года на территории города Барнаула, на водных объектах утонуло, погибло 30 человек у нас. А вдруг у нас кто-то забыл? И дети, и родители. Напомним им о правилах поведения на водоеме. Чего не стоит делать? Запрещается купаться в местах, где выставлены вот данные аншлаги. При поведении на воде нельзя заплывать за буйки, обозначающие границы мест купания. Подплывать к моторным лодкам, парусным судам, везельным лодкам и другим плавательным средствам. Пригладить воду с катеров, с пирсов, ну в местах не специально для этого оборудованных. Ну и самое главное, это распивать спиртные напитки. Практически 80% гибели, это гибнут люди, которые употребляют спиртные напитки. Сколько у нас вообще открытых водоемов, специально оборудованных? Это 8 пляжей. Это городской пляж, к сожалению, в настоящее время из-за палатки он закрыт. Это второй, это водный мир. Он тоже, наверное, не открыт еще. Он функционирует. Естественно, с небольшими ограничениями, тоже прибрежная зона подтоплена, но он функционирует. Это у нас озеро Пионерское в поселке Баврово-Заимка. Это у нас озеро Варежка на Южном. Это у нас Планета Ку, там же в Барзовой-Заимке. Ну в ту сторону, да, центральный район, все ваше, я так понимаю. Также комплекс бассейнов-пляж в парке имени Алексея Смертина, там занимается Огарда. Парк отель Чайка, Чайка, Барзовой-Заимка. Парк отель Лесные Дали. Ну вот уже, по-моему, мы где-то приблизились, да? Да, да, да. И крыша Малая Лонская, также в центральном районе. Петр, давайте тогда к вам, наверное. Ну, каким образом обеспечивается безопасность, да, вот в тех же местах, которые у нас в центральном районе находятся? Как организован там контроль за качеством воды, песка, продуктов, напитков? Ну давайте, наверное, поговорим о самом распространенном месте. Это у нас городской муниципальный пляж, да, на острове Помаскин. Вот. Администрация района, ну, для, в первую очередь, был заключен муниципальный контракт на содержание пляжа, да, в купальный сезон. Вот. Соответственно, в рамках этого контракта была осуществлена очистка берега. Вот. Соответственно, у нас за зиму там и какой-то мусор появляется, и деревья, ветки. То есть это был полностью очищенный берег. Вот. Соответственно, там был выставлен спасательный пункт, были выставлены у нас контейнеры для сбора мусора. Вот. Соответственно, были проведены, обучены у нас спасатели, которые также в рамках контракта обязан подрядчик там выставлять, и они обязаны следить за безопасностью на воде. Там у нас три спасателя будут. Вот. Один непосредственно на посту и два у непосредственно воды. Вот. Выставлены у нас бойки. Бойки, прошу прощения, для безопасного места пребывания именно в воде. Там две зоны у нас. Это детская зона и, соответственно, взрослая. Ну, то есть детям одни бойки предупреждают, да, куда дальше заплывать нельзя. Совершенно верно, да. Контролируют пляжи ГИМС. А бассейны, ну, это объект экономики. В случае нарушения можно подать жалобу, и Роспотребнадзор проведет проверку данного по некачественному оказанию услуг населения. В общем, все равно в любом случае контролируют. Да, везде есть контроль. Парк имени Ленина ждет глобальное благоустройство в следующем году. Именно эта общественная территория победила в большом онлайн-голосовании по национальному проекту «Жилье и городская среда». Народный рейтинг длился на протяжении полумесяца и завершился в конце мая. Как проходило голосование, а главное, какие преобразования нужны людям, в следующем сюжете. Весь май мы рассказывали об основных территориях национального проекта «Жилье и городская среда». Это 37 точек Барнаула, которые нуждаются в преображении от массивных аллей исторического центра до небольших скверов спальных районов. Например, зеленой зоне драмтеатра нужны фонари, площади на лазурные зеленые насаждения, аллеи имени Шукшина, лавочки. Здесь очень много гуляют пожилые люди и дети. Очень бы хотелось, чтобы она преобразилась и асфальтирование, дополнительные лавочки, скамейки появились, потому что действительно это людям не хватает. Освещение, конечно же. Мест, которые вызвали наибольший интерес барнаульцев, судя по тому, как проходило голосование, три. Бывший парк имени Ленина, Сиреневый бульвар и Демидовская площадь. Но шанс на глобальное преображение в 2024 году получил бывший парк имени Ленина. За него отдали свои голоса больше 11 тысяч барнаульцев. При этом до самого финала народного рейтинга сохранялась интрига, какой объект выбьется в лидеры. Очень активно в этом году барнаульцы голосуют. У нас более 60 тысяч голосов на сегодняшний день. Каждый день, нос к носу, это может быть парк имени Ленина, это может быть Сиреневый бульвар, либо Демидовская площадь. Горожане в этом году голосовали как никогда активно. 64 тысячи барнаульцев не поленились зайти на сайт и выбрать одну из 37 территорий. Как отметил на одном из селекторов с главами районных администраций глава барнаула Вячеслав Франк, интерес людей к озеленению и повышению уровня комфортности в городе растет. И это отрадно. Хочу поблагодарить всех горожан за их активную жизненную позицию, а также волонтеров и всех, кто принимал участие в организации голосования. В бывшем парке имени Ленина построят тротуары и дорожки, детские и спортивные площадки, установят освещение, обновят зеленый фонд. Специалисты не исключают, что большой по площади и сложный по инфраструктуре объект, он пересекается с парком спорта и лесной сказкой, будут благоустраивать в несколько этапов. Но сначала должна появиться концепция. Затем эскизный проект, после поиска подрядчика на работы. Подчеркнем, что первые эскизы по благоустройству объекта победителя общественности презентуют примерно в середине июля. Татьяна Голубева для программы Пульс города. И, возможно, совсем скоро Барнаул получит статус самого ухоженного и уютного города Сибири. Сразу три крупных парка краевой столицы обустраивают уже этим летом. И на преображение общественных пространств выделены беспрецедентные средства. Больше 300 миллионов рублей. Что уже сделано и какие работы еще предстоят, смотрите далее. Я-то помню, в молодости мы тут сюда на танцы ходили. Здесь было все оккультурено, все было приятно. Здесь все продавали и всякие аттракционы были. Из того, что вновь появилась в юбилейном спустя 30 лет танцевальная площадка, конечно, пока такой популярностью, как раньше, она не пользуется. Но парк меняется на глазах. Пешеходы, велосипедисты, самокатчики облюбовали центральную аллею, где по вечерам теперь горят фонари. Люди отмечают, в юбилейном убрали настоящие залежи мусора, который копился здесь годами. Благоустраивать огромный парк в рамках федеральной программы продолжают. Уже вырисовываются второстепенные дорожки, ведущие к центральной аллее. Далее будут установлены освещения, лавочки и видеонаблюдения. Также будут снесены аварийные насаждения и будет посажено более 250 новых. Таков план второго этапа реконструкции парка. Но будет и третий. Через год люди проголосовали за проект, по которому в юбилейном начнут сооружать детские спортивные площадки. Второстепенных дорожек тоже станет больше. Но чем сильнее меняется парк, тем о большем горожане мечтают. Я бы хотела, чтобы там пруд как-то восстановили, сделали какую-то водную зону, допустим. Пока пруд здесь выглядит плачевно. Да и в планах по реконструкции не предусмотрено его преображение. Правда, если студенты классического вуза получат грант по реабилитации пивоварки, тогда мечты горожан могут стать реальностью. Тем временем у общественного совета парка свои идеи по развитию огромного пространства. Мы планируем, помимо благоустройства основного, еще провести и мероприятия, всякие творческие различные запланированные фестивали и музыкальные мероприятия. Хотелось бы на День семьи 8 июля провести ближайшее мероприятие. Продолжает преображаться изумрудная. В этом сезоне доделают пешеходные велодорожки. Парковки займутся строительством амфитеатра и реконструируют парадный вход. Это не просто визитная карточка парка, а дело в том, что он напоминает фактическое возрождение. Эта колоннада, если вы посмотрите, она повторяет точности колоннаду меланжевого комбината. Понимая, что эта часть входной группы забора имеет историческую ценность, память для людей, поэтому мы решили это сохранять. Ну а поскольку остальная часть забора уже была в непригодном состоянии, то, соответственно, новый сделать забор, но уже немножко в более современном стиле. Колонны уже очистили от старой штукатурки до кирпичного основания. Над ними планируют восстановить историческую деталь – часы, которые раньше здесь висели. Будет и архитектурная подсветка главного входа. Остальной забор останется металлическим. При этом архитекторы предложили его оригинальное решение. В него встроят лавочки. На столбах ограждения разместят фонари. Продолжаются строительные работы в парке Центральный. Почти готова основная аллея и несколько дорожек. Вместо асфальта в парке укладывают плитку. Проводят новое освещение. У одного из входов появился пандус. В зоне отдыха вскоре установят скамейки, урны, видеокамеры, качели, а также малоархитектурные формы и парковые диваны. Сделают новую детскую площадку и высадят деревья. Но главным изменением Центральным станет реконструкция фонтана. Валентина Аскерова специально для программы «Пульс города». И это лишь незначительная часть новостей, которыми живет краевая столица. Держите руку на пульсе города вместе с нами. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова